мне написать у кого есть мой вот со можно написать не ватсапе или в телеграме так я что-то вот я ко мне что-то пишет антон бен николай чтобы было для поднятия души антон бен николай да вот я ко мне написал шатадин шатадин мне написал чтобы было антон бен николай для поднять его души когда душа выходит из этого мира то она первым делом очень проходит какие-то свои ворота и так далее и что для нее является духовной силой для души то же самое что в этом мире вы знаете я думаю что каждый испытывал моменты духовного подъема вот я например когда провожу роти торы у меня духовный подъем когда учу тору мне прям вау такой духовный подъем что-то сделал такое важное и значит отлично отлично главное чтобы в телеграме меня было видно и слышно потому что в телеграме почему-то микрофончик он не показан ладно видно хорошо друзья все и еще раз давайте дать для сегодня у нас урок торы для николая для поднятия души николай сын антон сын николая антон сын николая все что бываем у как воздушный шар сейчас сила от этого урока идет и все передается через намерение ведь у каждого же из нас есть намерение это намерение это дух человека дух человека это как божественный дух да вот есть давайте я чуть вам напомню у каждого из нас есть животная душа это тело тело управляется какими-то непонятными нам механизмами которые именно механизмы на инстинктивном уровне у тебя рукой шевелю там температура в этот момент она меняется дыхание сердце бьется давление регулируется там все это называется животная душа она не отличается у человека и у животных и это как прошивка то есть есть просто мясо внутри если мы мясо в выпарим под высокой температурой останется таблица менделеева неорганическая останется природа человек состоит из всей таблицы менделеева то есть неорганическая природа прах то что говорится бог взял человека из праха это он взял всю землю всю таблицу менделеева смешал с водой и значит получилось что тело человека вертикально ходящая лужа в которой есть вся таблица менделеева и водичка теперь дальше в этой в этой всей истории есть жизнь это жизнь она написано что душа в крови вот это животная душа на в крови есть вся эта гормональная какая-то система это уже душа то есть мы не это как программный код компьютера вот в компьютере ты сидишь у тебя там перед тобой телефон железка какая-то нажал кнопочку да когда еще кнопки были ну и сейчас на компьютере кнопки пошел какой-то сигнал контактик пошел и дальше все превращается в электрические сигналы вот тоже самое животная душа она как-то работает но мы не можем ей управлять то есть интеллект и не управляет животная душа она запрограммирована теперь запрограммирована на инстинкт самосохранения и на инстинкт размножения это вот животная душа дальше и есть у нее как бы второй чуть выше уровень у животной души называется нефеш бэймид это душа млекопитающего да мы же еще млекопитающие уже там более серьезные функции млекопитающие они уже как-то они эмоциональны они чувствуют где опасность где не опасность где там еду дают все это нефеш бэймид называется животная душа дальше есть у человека намерения руах руах это его намерение это тот то направление куда он выбирает двигаться его желание вот он он что-то хочет желания двигают человека это куда направлено твое намерение твой дух да есть люди сильный духом то есть это значит что и желание сохраняется даже Когда есть сопротивление Это называется сильный дух Ему говорят нет Ему говорят у тебя не получится Да получится я хочу Идет он на гору Тело уже ему говорит Остановись Тяжело А у него дух стальной Он ему говорит Нет я добегу Я долезу до горы Это намерение Я попытался показать Как это работает Дальше у человека есть Выше есть у него божественная душа Это как луч света Который заходит в эту как раз вертикально ходящую лужу Это божественный луч Теперь вот это вот как бы три Такая как пирамидка Животная душа Дух намерения И божественная душа А есть интеллект Интеллект это называется Сехель на еврите Интеллект Это как компьютер такой В который загружается информация Жизненный опыт Какие-то правила поведения Какие-то принципы Правила дорожного движения Знаете человек У него в голове там Правила дорожного движения Правила поведения Этикет Там что Что такое хорошо Что такое плохо Что правильно Что неправильно Политическая обстановка Это все интеллект Это все такая Модель мира И дальше в этой модели мира Если человеку заходит Есть пророки Пророки это те Которые умели Подняться на уровень Своего вот этого божественного луча В духовный мир уйти И получить оттуда знание От Всевышнего И вот человек Знание это уже интеллект И вот мы изучаем Тору Которое Это знание Которое заходит в интеллект И в этом знании В этой модели мира Которую Бог дал Творец мироздания Мы узнаем Что есть специальные действия Которые называются заповеди И когда ты знаешь Как работает реально Вот это мироздание Откуда мы знаем От Бога Бог его создал Бог сообщил И когда мы знаем Как в этом мироздании Устроена вся система И что такое добро настоящее Что такое зло Что такое правильно Что такое неправильно Что такое заповеди И так далее Мы начинаем действовать По Торе Каждый раз Когда мы действуем По Торе И изучаем Тору Мы соединяемся Со Всевышним Но нам в этом Противостоит Внутреннее животное Которое Это внутреннее животное Оно как раз И запрограммировано Быть животным И вот на вот этой Вот разнице И когда ты Намерение свое Направляешь в сторону Всевышнего И ты говоришь Я хочу соединиться С Богом Я хочу Больше всего на свете Выполнять его волю И жить по Торе В этот момент Когда твое намерение Направлено Ко Всевышнему И ты знаешь Через Тору Через знание Что надо делать И ты выбираешь Делать заповеди И не делать зло В этот момент Твое я А где существует я Я существует Вот теперь главный вопрос Персоналити Кто такой я Персоналити Это история У меня есть история Ицкати Пентусевича Я Ицкак Пентусевич Но это история То есть я бы даже Если бы я родился в Титае Я бы звался бы Как-нибудь по-другому То есть Каждому человеку О нем Вначале Рассказывают Другие люди У него внутри Появляется история о себе Это называется Персоналити И дальше человек Живет в этой истории о себе И когда мы хотим Сохраниться То мы хотим Сохранить историю о себе Мы хотим Чтобы история о себе Перешла на вечный уровень На уровень божественной души В духовный мир Чтобы именно Мне же В духовном мире И так есть там Ангелы Ну есть все Но я не хочу быть всем Как буддисты они говорят Я хочу раствориться Я хочу исчезнуть Именно вот в этом разнице Между иудаизмом И буддизмом Буддизм говорит Я хочу эту историю стереть Я хочу исчезнуть А иудаизм говорит Нет Я не хочу исчезнуть Я хочу перейти Вот как только В вертикально ходящая лужа Скафандр Отомрет Я лично Хочу перейти туда К своим родственникам Которые там в раю Постигают божественный Вот этот духовный подъем В божественный свет И говорят Что там удовольствие Вот этого постижения Что все удовольствия Этого мира Не сравняются с этим Это разница То есть иудаизм Это я хочу сохраниться В том виде В котором я есть Здесь Я хочу уйти в рай И жить вечно То ради чего Мы изучаем Туру Сегодня недельная глава Называется Матод Матод Это глава В которой Говорится о том Что Бог дал Мушарабейну Последнее задание Он ему дал задание Перед смертью Разобраться с народом Который Мидианитяне Они назывались И вот эти вот Мидианитяне Они Значит Мидианитяне Что это был за народ Колдуны Колдуны Маги Которые умели Даже их Самые главные Маги Умели летать Мидианитяне И значит Они при этом Поклонялись Идолам Разным идолам То есть это был Народ Который Антипод еврейского народа То есть Что это значит У них был Весь центр Их жизни И весь центр Их намерения Он был В том Чтобы в этом мире Насладиться По максимуму Всем чем можно Нарушая все Вообще Которые есть Духовные законы И Выжать Из этого мира Максимум Того Что можно из него выжать И потом Исчезнуть Да Это было Их как бы Прямо Противоположное Намерение И вот эти вот Мидианитяне Они Значит По совету Беляма Мидианитяне И Муавитяне По совету Беляма Они начали Совращать Еврейский народ И Начали они Значит Что делать Их Как бы Через разврат Вести к тому Чтобы они начали Служить идолам То есть Это очень Есть такое В Талмуде Выражение Что Евреи Отходят от Торы И Начинают Служить Другим идеологиям Только Чтобы разрешить Себе разврат Потому что Самая Сильная Тяга У человека В этом мире К Ну К Вот этим Вот Связям Да И получается Что Что Получается Что То что ему Запрещает В интеллектуальном Плане Если нельзя Но хочется То придет Психолог Лобковский И скажет Хочу и буду Делай И еще Скажет Что если ты Не сделаешь То что ты хочешь То ты еще И заболеешь Поэтому давай Делай срочно Все что ты хочешь Будь животным Не будь человеком Не ограничивай себя Иначе не дай бог Заболеешь Все давай Вот хочешь Делай И Когда есть Вот такая Вот идеология Она же Очень На Находовом Таком взгляде Она очень Прекрасная То есть я хочу И я делаю Но если посмотреть На несколько ходов Вперед Даже не на вечность А просто Что происходит С человеком Который делает Только то что он хочет Он остается один Он Эгоист Который остается один Все И вот значит Машер Абейну По приказу Всевышнего Сказал Что Надо значит С ними разобраться С этими Медионитянами И Вышла армия 12 тысяч человек И победили Медионитян И пришли С пленными Пришли к Машер Абейну С пленными И вот мы сегодня Как раз читаем Что Машер Абейну Здесь им сказал И здесь я нашел Ответ на вопрос Который У меня был 20 лет Представляете Вот что такое Тора Некоторые говорят Ну я уже поучился Мне хватит 20 лет Я год за годом Читаю эту недельную главу И 20 лет У меня был вопрос Не на эту недельную главу У меня был Когда еще учился В Ешиве Вопрос Кто Вот есть народ Да Есть народ Кто управляет народом Правительство То есть есть лидеры народа Которые управляют народом Логично Логично Значит если Медионитяне Они были присуждены К истреблению За то что они грешили То кто в этом виноват Медионитяне Или лидеры медионитян Народ или лидеры Значит есть Как бы можно сказать так Что не народ виноват Лидеры Ну что делать Лидеры же Они как бы Управляют Кто Как стая Да Как стая Если ты против лидера Тебя изгоняют То есть Вся ответственность На лидерах Но есть люди Которые говорят Противоположное Есть противоположная Точка зрения Каждый народ Достоин Своего правительства То есть Лидеры Они являются Отражением Того Кто Кто Ну Кем они управляют То есть Есть это Такое известное Выражение Каждый народ Каждый народ Достоин Своего правительства И это спор Который Я когда в Ешире Учился Мы значит Спорили Спорили И так мы Не нашли Ответа Однозначного На тот момент Потому что Есть И в эту Сторону Доказательства И в другую Сторону Доказательства И сегодня Я нашел Доказательства Что Тора Во всяком случае В комментарии Раши Да Значит Говорит нам Что Виноваты Лидеры Что все-таки Ответственность На лидерах Откуда мы Это знаем Вот тут Есть такой Отрывок Написано так Войцов Моше Альп Кудей Ахай И разгневался Моше На командиров Войска Саре Алафим На тысяч Министров Которые были Главные Над тысячами Главными Над сотнями Которые Пришли С войны То есть Эти 12 тысяч Пришли С войны Принесли Всю добычу Которую Они захватили Весь скот Всех пленных Привезли В ладерь И Значит Говорит нам Раша На этот отрывок Смотрите Почему Моше Именно на них Разгневался Те Кто были Назначены Над войском Он на них Именно Разгневался Не на войско Лиламдеха Научит нас Что Коль Вся Гнилость Поколения Она Связана С Великими Людьми Поколения Потому что Есть у них Сила Лимхот Есть у них Сила У Глав Поколения Есть сила Влиять Протестовать Если кто-то Делает что-то Не так Принимать Законы И так далее То есть Мы здесь Видим Однозначно Во всяком Случай Мнение Раши Был такой Великий Комментатор Он считается Один из самых Великих Комментаторов Он утверждает Он утверждает Что В каждом Поколении Зависит Гнилость Поколения От тех Людей Которые Возглавляют Поколение И действительно Можно это Понять Потому что Если бы мы Спросили Каждого В отдельности Например Человека Нужно ли Принимать Закон Что Могут Жениться Именно Жениться Однополые Братья То я Уверен Что Большинство Людей Сказало Нет То есть Большинство Если мы Возьмем Просто Большинство Сказало Нет Но Правительство Которое Решает Свои Интересы Какие-то Связанные С чем-то Не знаю С чем Они Принимают Закон Что Да В некоторых Странах И А в других Странах Правительство Решающее Свои Интересы Принимает Закон Что Нет То есть Мы Видим Что В принципе Управляет Жизнью Менталитетом Людей Все-таки Больше Главы Поколения Хотя Это Неоднозначно Это Неоднозначно Потому что Во многих Случаях Есть Другие Другие Комментаторы Торы Которые Жили в Одном Поколении С Раши Это Было Тысячу Лет Назад И Во многих Случаях Они С ним Не Согласны Есть Случаи Когда Они Не Согласны Ну Вот Здесь Я Увидел Такой Комментарий Дальше В этой Недельной Главе Очень Интересно Описано Дальше Момент Когда Они Привели Вот Эту Всю Добычу Как Ее Делили Здесь Мы Опять Видим Некоторую Интересную Такую Вещь Как Формировалось Человеческое Общество То есть Мы Из Из Торы Опять же Есть Разные Абсолютно Разные Подходы К изучению Торы 70 Лиц У Торы Я Изучаю Мне Интересна Психология И Как Работает Система Для Практического Применения И Вот Здесь Мы Видим Как Устроено Общество Значит Было Кочевой Народ Медянитяне Которые Были Кочевники Они Совершали Налеты Они Были Грабители Народ Грабителей Которые Которые У них Был Скот Они Были Полу Грабители Полу Пастухи Но Не Земледельцы И Вот Они Значит Переходили Со Своими Шатрами И Совершали Набеди На Земледельцев Земледельцы Это Самые Были Незащищенные Люди Потому Что Земледелец Он От Своего Поля Никуда Уйти Не Может И Он Когда Урожай Собрал Раньше Не Было Такого Как Сейчас Деньги Все Такое Человек Собрал Урожай Вот У него Лежит Второй Урожай Он Урожай Поменял На Что-то Другое На Одежду И Вот Эти Земледельцы Были Самые Незащищенные Пастухи Обычные Были Самые Незащищенные И Были Грабители Вот Эти Соловьи Разбодники Татара Монголы Монгола Татары Которые Значит Налетчики Такие Теперь Пришел Вредский Народ И Они Этих Налетчиков Победили Значит И забрали У них Их имущество Граб Награблено То есть Они забрали То что Было Награблено Ими У других И привели Добычу В стан Значит Что говорит Машер Абейну Как делить То есть Это мы Видим Здесь Как Как Устроено Общество Организовано Общество Города Потом Появились Города В которых Была В каждом Городе Была Армия Которым Говорили Жители Города Смотрите Мы живем В городе Мы не хотим Чтобы на нас Налетчики Налетали Давайте Вы значит Нас охраняете И Мы вам Платим Налог То есть Вот Эта Вот Охрана Города Которая Которая Получала Налог С Горожан И Защищала От Налетчиков Это и было Прообраз Государства Теперь Дальше Когда они Получали Налог А кто Не хочет Давать Налог Что Мы Сделаем А мы У него Заберем И Вот Это Которая Вначале Они были Охрана В некоторых Государствах Охрана Вообще Государство Оно Должно Подчиняться Народу Но В некоторых Государствах В тоталитарных Режимах Охрана Она Говорила Секундочку Не Не вы Нам Платите А Государствами Или Феодалы Цари Они Говорят Народу Вы Наша Собственность Или Народ Говорит Охране Государства Демократия Вы Наша Охрана Мы Вам Платим Зарплату И Те Люди Которые У нас Собирают С нас Деньги И Платят Вам Зарплату Силовым Структурам Это Самые Подотчетные Люди Мы На них Смотрим Сквозь Увеличительное Стекло Чтобы Они Были Самые Честные Они Не Хозяева Эти Денег Они Эти Деньги Распределяют Под Контролем Народа И Это Называется Настоящая Демократия Где Когда У Министра Находят Счет За Границей На котором Есть Сотни Тысяч Долларов То Тогда Этого Министра Убирают Из Правительства И Он Значит И Судя Даже Откуда У тебя 100 тысяч Долларов На счету Там Где То В Другой Стране Которые Ты Прячешь Если У Тебя Зарплата То Это Непонятно А в Странах Где Охрана Захватила Власть И Она Ворует Деньги У Народа Там Наоборот Правители Они Не Отдают Уже Свою Власть Потому Что Они Не За Зарплату Работают Они Хозяева Это Они Считают Что Оно Он Говорит Смотрите Половина Идет Армии Половина Идет Народу Теперь Из Половины Которая Идет Армии Всего Лишь Значит Одна Пятисотая Часть Идет Священникам Одна Пятисотая Из Тех Которые Пришли С войны Из Народа Идет Священникам Десятина Десятая Часть Не Одна Пятидесятая Два Процента Это Идет Как бы Обязательно Сразу Отчисление Видите Одна Вообще Налодия Очень Маленькие Дальше Там Десятина Теперь Приходят Главы Которые Были В армии Главы И говорят Бог Сделал Для нас Чудо Никто Солдат Не Погиб Это Чудо Мы Хотим От себя Лично От сердца Дать Добровольное Приношение И дают Добровольное Приношение Золото В храм То есть Здесь Мы видим Очень Очень В таком Чистом Виде Как Как Формировались Вот эти Вот Финансово Денежные Общественные Отношения То есть Есть Разные Типы И человек Который Строит Свою Жизнь Он Должен Понимать Как В общем Работает Это Общество Хорошо Дальше Идет Закон О том Что То Имущество Которое Было Забрано У В этой Войне Оказывается Имущество Это Имеет Оно Значит Оно Имеет Духовную Сущность Это Очень Удивительно И То Имущество Которое Было Забрано Золотые Вещи Серебряные Из металла И так Далее Их Нужно Было Очистить В духовном Плане Через Какие-то Вещи Провести Через Огонь До Наколения Чтобы Вышло Из них Все Что Было Какие-то И все Вещи Нужно Было Окунуть В живую Воду В источнике Воды Вода Снимала Духовную Нечистоту Это Очень Важная Такая Информация Что Человек Который Окунается В природные Источники Он Этим Самым Снимает С себя Духовную Нечистоту И даже Предметы Они Относятся На духовном Плане Относятся К Своим Владельцам И Здесь Понятно Теперь Почему Тот Кто Украл Например Да Он Включает Духовный Какой-то Закон Который Потом Он Как бы Он Забрал То Что Ему Не Принадлежит А Тот У кого Он Забрал Оно На духовном Уровне Осталось Его Есть Очень Интересные Законы В Торе Про Законы Находок Если Человек Что-то Потерял И Другой Нашел И Эта Вещь Она Не Имеет Никаких Отличительных Признаков То Нельзя Найти Владельца Даже Если Владелец Найдется Он Не Сможет Сказать Что Определить Это Его Была Вещь Или Нет Например Человек Потерял Одну Монетку Десять Шетилей Где-то В центре Города Другой Нашел Монетку Да Теперь Непонятно Кто Ее Потерял Человек Который Ее Потерял Он Не Может Сказать Что Это Именно Моя Монета У Нет С какого Момента Тот Кто Нашел Становится Владельцем Этой Вещи Которая Которая Владелец Потерял Значит Смотрите Если Владелец Отчаялся Ну Он Думает Ну Я Уже Не Найду Эти Десять Шетилей То Ну Понятное Дело Центр Города Упало Даже Кто Нашел Он Не Будет Меня Искать Чтобы Вернуть Мне Десять Шетилей Ну Это Маленькая Монетка И Человек Отчаялся В этот Момент Он Внутренне Расстался С этой Вещей Потому Что Она Без Вся Паспорт Где Написано Его Имя Фамилия Это Монетка Паспорт Он Еще Надеется Он Думает Кто Найдет Мой Паспорт Его Отнесут В полицию Может Мне Позвонят Может Начнут Меня Гуглить И так Далее То есть Паспорт Он Не Отчаивается Он Говорит Это Мой Паспорт Я Надеюсь Его Найти Есть Вещи Которые Человек Потерял Или У него Их Украли И Он Их Не Отпускает Он Говорит Это Моя Я Надеюсь Ее Найти Я Буду Искать Я Найду Это Он Не Отпустил Эту Вещь А Есть Вещь Когда Он Ее Отпустил Он Говорит Ну Я Уже Не Найду Все Пропало Что Упало То Пропало Теперь В чем Вопрос Талмуда Он Говорит Здесь Все Понятно Отчаялся Найти Он От нее Отказался Вещь Ничья Кто Нашел Ее Приобрел Но Если Человек Не Знает Что Он Ее Потерял Он Еще Не Не Засунул Руку В Карман И Он Еще Не Знает Что Он Ее Потерял То Он Еще Думает Что Эти Деньги Лежат У Него В Кармане И Он Еще Не Вообще Даже Не Знает Про Потерю Да Мы Знаем Что Когда Он Узнает Про Потерю Он Отчается Сразу Же И Скажет Все Потерял Потерял То Что Упало В Море Там Уже Никогда Не Найду Это Мы Знаем Но Если В данный Момент Он Еще Не Знает Он Еще Психологически Эту Вещь Не Отдал А Второй Нашел Становится Ли Тот Ее Хозяином Или Не Становится Это Называется Что Он Отчаялся Но Еще Не Знает Что Он Отчаялся Вот Это Вот Здесь Есть Спор Я Сейчас Не Буду Входить Подробности Но Это Важно То Здесь Мы Тоже Видим В Сегодняшнем Отрывке Недельной Главы И Эти Вещи Когда Они Уже Попали Во Власть Народа Израиля Их Надо Было Духовно Очистить И Второй Приводится Процедура Духовного Очистения Очищение Главный Принцип Это Через Воду Окунать В Живую Воду Родники Морятам И так Далее И Значит Это То Что Мы Сегодня Посмотрели В Недельной Главе Теперь У нас Сегодня Десятое Число Очень интересных Которые Которые Значит Ну Относится Часто К нам Два Отрывка Сейчас Мы Пройдем Всего Хотя Я В Канале В Телеграме Привел Пять Отрывков Думал Пять Мы Пройдем Но Успеем Только Два Значит Десятая Глава Второй Отрывок Говорит Так Не Помогут Сокровища Которые Добыты Злодейским Путем Через Зло От Сдаката От Сдака Милосердия Деньги Которые Ты Даешь Бедным Помогаешь Людям Сдака Это То Что Ты Даешь На Милосердие Спасет От Смерти Прям Дословно Так Говорится Теперь Что Здесь Интересно Человек Который Деньги Забирает У Других Через Злодейство То Каждый Раз Когда Он Забирает Деньги Он Создает У Людей Ненависть К себе На нем Как Грозовая Туча Грозовая Туча Которая Идет За ним Идет 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 Потому Что Потому Что Он Забирает Через Злодейство То Что Ему Не Принадлежит И Он Собрал Эти Сокровищницы Как Когда-то Собрал Саддам Хусейн Сокровищницы Как Когда-то Мамар Кадати Собрал Сокровищницы Как Когда-то Гитлер Чтобы Стерлась Его имя Собрал Сокровищницы Но Всех Этих Людей И Александра Матидонского Который Грабитель Был Собрал Сокровищницы Всех Этих Людей Настигла Что Смерть И Не Помогли Им Их Сокровища А наоборот Помешали То есть В большинстве Случа Вот Эти Вот Сокровища Которые Они Собирали Они Были Причиной Их Смерти Теперь Как Дзака Спасает От Смерти Есть Неоднозначные Есть Такие Примеры Как Бы Ну Мы Не знаем В духовном Плане Сегодня Ты Помог Кому А Завтра Завтра Тебя Машина Не Сбила Тут Мы Не Можем Связь Проследить Да Как Б Это Духовная Вещь Но Если Мы Посмотрим Чисто Психологически Есть Человек Который Помог Одному Помог Другому Помог Третьему Помог Четвертому Помог Пятому Этому Помог Тому Помог Теперь Вот Эта Вся Помощь И Милосердие Оно У людей Оставляет Оставляет След в Сердце И Есть Люди Неблагодарные Возможно Есть Наверняка Даже Есть Но Большинство Людей Все равно Благодарные И Они Помнят Моменты Когда Им Кто-то Помог И Вероятность Того Что Они Помогут И Спасут И Как-то Помогут В Ситуации Она Есть И Она Очень Очень Большая Это То Что Царь Соломон Нам Сказал Во втором Отрывке Десятой Главы Продолжение Четвертый Отрывок Роша Секаф Ремия Бедность Сделает Рука Обманная Ваят Харутсин Ташир Значит А рука Людей Прилежных Энергичных Которые Работают Она Их Обогащает Есть Люди Я прям знаю таких людей Которые Вот они Прямо Если он идет на работу Он Прямо Ну вот Только бы не переработать Только не переработать А сколько вы мне заплатите А сколько то А сколько это И такие люди Они Они Ну как бы Им кажется Что они прям такие умные Что они не перерабатывают Что они все Но в итоге Они Если они это делают Обманом Тут написано Что бедность Приводит рука Обманная То они Придут к бедности То есть Этих людей У них плохая репутация Особенно в современном мире В котором Мы живем сегодня Где за каждым человеком Есть Диджитал след Где про каждого Можно узнать То Обманщик Он через Буквально какое-то время Уже с ним Не хотят иметь дела Теперь Яд Харутсим Ташир Рука Прилежных Энергичных Она обогащает И кто-то много Работает Даже если он ошибся Я знаю сейчас Одного человека Который Очень-очень Много Работал Он работящий Машина Просто Я мало таких людей видел И он сейчас попал В сложную ситуацию Там его бизнес Рухнул Там все такое И он очень многим людям Должен деньги Но Все люди Которые Которым он должен деньги Они все хотят Ему помочь Дальше заработать Чтобы во-первых Он им вернул Во-вторых Они понимают Что он их не обманул Он реальный работяга Который Просто Ну не туда завернул Но все Почему-то уверены Включая меня Что он Он вернет Эти деньги себе Вернет деньги Всем кому должен И дальше Будет очень богатым Человеком Как многие богатые люди Тот же Дональд Трамп Например Который Харуц Он работяга Машина просто Который Никогда в жизни В отпуск не ездил Но он сказал Правда Что вся моя жизнь Отпуск Потому что я занимаюсь Любимым делом И вся его жизнь Это Это занятие Теми вещами С которых он работает Зарабатывает И там же он отдыхает Это Пример Яд энергичных Харуцим Которые работают И последний Отрывок Это 10 глава 22 отрывок 22 отрывок Значит Здесь написано так Берка Ташем Ита Ашир Благословение Бога Оно Обогащает Вело Йосиф Эцев Има И не добавится С ним Грусти Значит Опять же Продолжение Идет Этой же линии То есть Если человек Он работает Молится И получает Деньги И знает Что это Благословение Всевышнего Значит Он из этих денег Дает массы Р-десятину Он помогает Бедным То есть Он живет в концепции Что все от Бога Бог мне дает В этих деньгах Есть часть Других людей Которые Не понимают Не знают Не умеют Им тяжело Они учат Тору И они посвятили себя Духовности И он Перенаправляет Часть этих денег На этих людей Делает это правильно Чтобы люди Чтобы люди Их не благодарили Чтобы Не было в этом Славы Чтобы не было В этом погоне За личным почетом Чтобы это было Приятно людям Получать И он Как бы Продумывает Так Чтобы Именно быть Передатчиком Хорошим передатчиком То есть Если идет Все в обычном Концепции То всегда Есть Грусть Труд Или в начале Ты заработал Потом получил Или ты Получил без труда Потом Заплатил За это Какой-то Грустью Но Благословение Бога Если это была Браха Именно от Бога Она обогащает И нет грусти С ней Нет там Никакого Неприятного Последствия Все Желаю Всем нам Чтобы мы Жили в концепции Торы Всевышнего Делали добрые дела Делали все правильно Отделяли Маосер Давали Цдаку И чтобы Не было никогда Грусти Чтобы у нас Все было Как говорится И нам за это Ничего не было Это пожелание Как раз Об этом 22 отрывок Мишли Чтобы Благословение Бога Даст богатство И не будет Грусти с ним Все это Мое благословение Всем кто Ходит на уроки Торы Всем кто Помогает Воикре Всем кто Помогает Распространять Божественный свет Мы сейчас Прямо решили Очень усилиться Больше уроков Сейчас Ну очень Блинедр Без обета Без Как бы Не будем Рассказывать Вперед Потому что Учим Мишли Написано Что Нельзя хвалиться Днем завтрашним Потому что Ты не знаешь Что будет Но у нас Очень большие планы И мы хотим Вашего партнерства Чтобы вы нам В этих планах Чтобы мы были партнерами Все Всем удачи Успехов До завтра Завтра С Божьей помощью В 10 утра Встречаемся Завтра 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 Завтра